5 миллиардов тенге задолжали казахстанские автолюбители за проезд по платным дорогам. Чтобы проследовать по одним трассам, платить приходится на въезде. Но за проезд по большей части автодорог заплатить можно постфактум. В Казахтажул говорят, казахстанцы зачастую просто забывают провести оплату. А еще думают, что если проехали по небольшому участку платной трассы, то оплачивать не нужно. Но камеры фиксируют все, а неплательщиков ждет штраф. Если штраф останется неоплаченным, дело передадут судебным исполнителям. По словам специалистов, платные дороги все еще оставляют желать лучшего. Трассы, за обслуживание которых платят водители, почему-то так же, как и раньше, закрывают во время обильного снегопада. Хотя должны регулярно чистить и засыпать реагентами. А еще у водителей должна быть возможность согреться и перекусить в придорожном сервисе. Но пока этих условий, говорят эксперты, нет. Как и альтернативных трасс, которые должны быть бесплатными наряду с платными автодорогами. Есть в Конституции законы, статья, где написано, что каждый имеет право на беспрепятственное передвижение по территории Казахстана. Если есть платная дорога, то должны быть обязательно бесплатные альтернативы. Это не говорит о том, что дорога должна быть там бесплатной, она должна быть ушатана. Она может быть длиннее, она может быть с отсутствием инфраструктуры, но она должна быть хорошим, надлежащим качественным состоянием. Водители говорят, платят исправно, но заметных улучшений на платных трассах не увидели. Когда проедем, потом оплачу. Я с Арагаш ездил, где-то 4200 что ли уходит. Ничего не изменилось. Мы сразу платим 3500-4000. Но как были плохие дороги, так и остались. Даже на Камазе все ямы чувствуем о теплых туалетах и не мечтаем. В Казахтажоле говорят, дороги будут ремонтировать. В этом году средним ремонтом планируют охватить 520 километров дорог. Больше половины работы уже сделано. Устанавливают и теплые туалеты. Но чтобы благоустроить все платные дороги в стране, потребуются годы.